Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. В Кустанай намерены увеличить количество объектов нового бизнеса. Сделать это можно за счет государственных программ. Сегодня об этом говорили на аппаратном совещании. Татьяна Калюжина с подробностями. Жители двух многоквартирных домов в Кустанай оказались заложниками неудачного бизнеса. Из-за финансовых проблем владельцы первых этажей в их домах фактически бросили свое имущество. В результате пустующие помещения стали пристанищем для бомжей. В Лисаковске после четырехлетнего простоя открыл свои двери кинозал. Аким от города частично помог с ремонта помещения и выделил деньги на билеты для ребятней и социально уязвимых семей. Два раза в месяц они смогут бесплатно смотреть мультфильмы. Из областного бюджета выделено 750 миллионов тенге на то, чтобы снизить кредиторскую задолженность медицинским учреждениям Кустанайской области. По словам специалистов, это позволит сократить долг, но не избавит от его нового накопления. Только сейчас общая сумма задолженности больниц региона превышает 3 миллиарда тенге. О том, как решается проблема, расскажут мои коллеги. С начала года медицинские учреждения Кустанайской области накопили кредиторскую задолженность в 3 миллиарда 600 миллионов тенге. И в такой ситуации наш регион не один. В конце прошлой недели министр здравоохранения страны заявила, что в Казахстане вообще нет медорганизаций без долгов. По ее словам, 80 организаций имеют долгосрочную задолженность, которая образовалась в течение двух и более лет. В основном все они оказывают экстренную медицинскую помощь. Текущие задолженности есть, наверное, во всех медицинских организациях, так как каждая оказанная медицинская услуга закрывается через месяц, в следующий месяц, 10 числа. Поэтому какие-то задолженности текущие бывают. Они закупают лекарственные препараты, продукты питания и так далее. До конца года текущая задолженность закроется. Кустанайские врачи при этом отмечают, что проблема кроется в тарифах, которые им оплачивают из Фонда социального медицинского страхования. Они уже не соответствуют реальным затратам. Депутат областного маслихата Махабад Жутаев подчеркивает, что проблема намного глубже. В регионе за счет спонсорских средств провели анализ хозяйственной деятельности наших медорганизаций. Вывод один. Больницы должны ответственно подходить к своей отчетности, чтобы не растить штрафы. Их выписывает ФОМС. Именно их депутаты предлагают списать больницам, чтобы снизить задолженность, а это минус почти 2 миллиарда тенге. Если не получится, действовать дальше. Подавать в суд, наверное, в суд и работать над этим. Обращаться к депутатам Мажелиса, обращаться в Министерство здравоохранения. То есть требовать его. Потому что в любом случае областной бюджет же. Конечно, это способ найти и сэкономить какие-то деньги. Но это не выход. Из-за этого страдают. Казалось бы, они штрафуют ради блага, чтобы качество было. Но мы сегодня видим больницу очередя. На месяц вперед записываются. На покошение долгов прошлого года из местного бюджета в этом году к устнайским больницам уже выделили 750 миллионов тенге. Выделят ли еще Махабад Жутаев, сказать не может. По словам министра здравоохранения, в стране на дополнительное финансирование медицинских организаций выделили около 60 миллиардов тенге. Депутаты областного Маслихата также считают, что Минздраву нужно пересмотреть и линейную шкалу, по которой идет лечение пациентов. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. В новых микрорайонах Костаная есть проблемы с сотовой связью. И решить их пока не могут. Все дело в том, что там нет места для установки стационарных мачт-связи. Чтобы решить проблему, операторы предлагают установить на крышах многоэтажек базовые станции. Но жители не дают на это согласия. Мои коллеги продолжат тему. В Акиматику Станая пришло рабочее совещание по обсуждению проблемных вопросов обеспечения мобильной связи микрорайонов и жилых массивов города, в котором приняли участие депутаты городского Маслихата. Проблема с мобильной связью сегодня остро стоит в новых микрорайонах. Дело в том, что из-за плотной застройки мест под стационарные мачты связи там нет. Поэтому предлагается другой вариант – установка базовых станций. Но и тут возникает проблема. Большая часть жильцов против этого. Мы очень серьезно сталкиваемся с вопросами радиофобии, при том, что жители аргументированно объяснить не могут, почему они против. Просто против. Потому что соцсети, интернет, все пестрят заголовками о том, что радиоактивное излучение влияет на здоровье человека, на онкологию и так далее. И путают понятие радиоэлектромагнитного излучения и радиоактивное излучение. То есть сравнивать мягкое с горячим неправильно. В инспекции связи отмечают, что жители микрорайонов Алтын-Арман, Куна и Береке жалуются на то, что связь в их микрорайонах очень плохая. Проверка показала, что качество действительно не соответствует требованиям. Операторы были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Но штрафами качество связи не поднять. Нужны вышки или базовые станции. Но жители категорически против. По Береке у нас уже второй год, мы как и 22-й год, 23-м году проводили внеплановые проверки. Также и у Билайна, и у Теледва были выявлены нарушения. Мы уже с управлением информатизации, с оператором связи проводили подомовой обход, привлекали ОСИ. Но население не можем убедить в том, что действительно есть такая необходимость установки базовых станций. В результате было принято решение, что нужно провести разъяснительную работу жителями многоэтажек. В этом помогут и депутаты городского маслехата. В Управлении информатизации отметили, что сейчас они проводят переговоры с Управлением строительства, чтобы в будущем при планировании домов предусматривали земельный участок для антенномачтового оборудования. Улжасий Синжигитов, Алия Дасмагомбетова, РТН. В Костанае намерены создать план потенциальных бизнес-проектов, которые необходимы областному центру. Благодаря этому начинающие и не только бизнесмены смогут выбрать идею для своего дела. По мнению главы города, это поможет создать в Костанае популярные и востребованные объекты. Мои коллеги продолжат тему. Сейчас в Костанае действует почти 31,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 12% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В городском Акимате отмечают, что делают все, чтобы число предпринимателей в Костанае росло. На помощь тем, кто желает открыть или развить свой бизнес, приходят госпрограммы. Так, с начала года в их рамках одобрено 123 новых проекта на 17 миллиардов тенге кредитов. Еще 67 бизнесменов получили одобрение гарантии на 6,3 миллиардов тенге. За счет роста количества бизнеса растут и объемы собственных инвестиций кустанайских компаний до почти 103 миллиардов тенге. По сравнению с 2022 годом увеличилось на количество МСБ субъектов, увеличилось на 2344 зарегистрированных на территории города. Увеличился объем розничного и оптового товарооборота города. Объем розничного товарооборота за январь-август составил 247 миллиардов тенге и фосту 3,7. Доля города в общем областном объеме составляет 67,4%. Объем оптового товарооборота за январь-август составил 507 миллиардов тенге. Помимо этого, в текущем году выдано 26 грантов на реализацию новых бизнес-идей на 35 миллионов тенге. В числе получателей грантов те, кто получает адресную социальную помощь, члены многодетных и малообеспеченных семей их супруги, лица с инвалидностью. Благодаря получению 5 грантов на 25 миллионов тенге по другому направлению смогли расширить производство жента, лор и логопедического кабинетов, открыть производство крафтовой экокосметики, травяных ферментированных чаев, валеных томатов, растительного масла холодного отжима и глитвейн наборов. Надо самим искать проекты и людей. Там в основном это стартап. Вот для молодых специалистов должно быть предпринимателей. Нужно их обучать, во-первых, и надо их наталкивать на то, что нам необходимо городу. Мы об этом говорили. У нас нет флористов. Если вы открыли студию флористов, можно тогда поддержать. Что для этого нужно? Аким Кустаная поручил подготовить список бизнес-идей, которых не хватает областному центру, и начать предлагать их потенциальным участникам госпрограмм. По его словам, сделать это нужно в кратчайшие сроки. Валерий Тощев и Татьяна Калюжная, РТН. Нежелательное соседство. Бездомные облюбовали пустующие первые этажи двух многоэтажек в Кустанаем. Жители этих домов обеспокоены ситуацией. Нежелательные соседи шумят, распивают спиртное и не дают покоя ни днем, ни ночью. Альяда Смагомбетова побывала на месте и поговорила с жителями. Многоэтажка по улице Маяковского, 116А, сравнительно новая, 2015 года постройки. И с того времени здесь проблема – пустующий первый этаж. Застройщик оставил его для себя. Планировалось, что там будет располагаться бизнес. Но спустя 8 лет первый этаж выглядит вот так. Разбиты окна и двери, а внутри мусор, бутылки и явно здесь кто-то живет. Скорее всего, это место ночлега для людей без определенного места жительства и других маргинальных личностей. Все жильцы собрались, все, кто страдает, все живут на втором этаже. И вообще это первый этаж, дом, все основные, все коммуникации на первом этаже. Окна все разбитые здесь, ничто не охраняется, ничто не этот. Постоянно там какие-то наркоманы, бичи, алкоголь там распивают. Ну, уже и в полицию заявление писали уже. Ничего не помогает. Все 8 лет жильцы не могут решить эту проблему. Застройщик, в чьей собственности находится первый этаж, постоянно обещает довести его до ума. Но ссылаясь на то, что сейчас нет денег. Помимо нежелательного соседства, жильцы вторых этажей рассказывают, что в квартирах очень холодно и сыро. Обращались они неоднократно в городской и областной Акимат. Но ВОЗ и ныне там. Пожар делают, наркоманы собираются, пожар можно сделать запросто. Там у нас внутри, внизу насос стоит, они в любое время могут насос вытащить. Также коммуникация, стояки. Вот ждем, может кто-нибудь поможет руководству. Пусть стоишь. Похожая история у жителей дома по улице Уральская. Весь первый этаж также находится в частной собственности. Двери здесь закрыты на замок. Но повсюду разбиты окна, и забраться вовнутрь при желании не составит труда. Раньше тут располагался магазин мебели. Но уже на протяжении 7 лет он не работает. И сейчас это место ночлежки людей без определенного места жительства. Вечером, вот я вам серьезно говорю, в один час я иду с работы, прямо огоньки сидят там сидят, бу-бу-бу-бу-бу, они там живут. Вот меня поражает, что я живу на третьем этаже, и у меня мыши в квартире. Я боялась признаться соседям у кого-то спросить. Думаю, как это так благоустроено, и мыши. Потом все-таки взяла потихоньку одного соседа, у второго. Оказывается, это как будто уже норма у нас здесь, ходят мыши. Связаться с хозяином этого места жильцы просто-напросто не могут. Проблему также не могут решить. От того, что первый этаж не отапливается, страдают жильцы вторых этажей. Зимой в квартирах холодно. Дети свободно забегают туда, и там вот с той стороны дверь открыто окно, прям полностью половинка, и туда залазят и вылазят, как в дом родной. Могут и поджечь носы, и взорвать. Жители двух домов хотят, чтобы на них обратили внимание местные власти. Решить проблему самостоятельно они не могут. Валерий Тощев, Алияда Смагомбетова, РТН. Крупный пожар произошел в Кустанайской области. В одном из районов загорелось кафе, и огонь распространился по всему зданию площадью более 300 метров. Пожарным пришлось выносить из огня газовые баллоны, но три из десяти все же взорвались. Подробнее расскажут мои коллеги. Всего за прошедшие выходные в Кустанайской области произошло четыре пожара. Самый крупный, как рассказал начальник ЛЧС региона Кайрат Касым, начался 8 октября в 20 часов 19 минут в селе Майское района имени Бембета Майлина на улице 60 лет октября в одноэтажном здании кафе «Майская сказка». Открытым пламенем горела кровля. На место пожара незаметно были направлены по одной автосцерне села Ает, села Табул, районами Бембета Майлина, и одна автосцерна с города Рудного. Дополнительно были привлечены добровольно-противопожарное формирование именно самого села Майское. Совместными силами прибывших удалось спасти стоящее рядом складское помещение, в котором находились товарно-материальные ценности на общую сумму около 3 миллионов тенге и автомобиль. Общая стоимость спасенного имущества около 8 миллионов тенге. В ходе пожара был определенный риск также для наших спасателей. Три баллона, находившиеся внутри здания кафе, взорвались. Пожарные вынесли из горячего здания еще 7 газовых баллонов объемом по 27 литров. Если бы этого не было сделано, площадь пожара увеличилась бы в несколько раз. Да и взрывы могли причинить людям увечья. Осложняло тушение пожара сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Он способствовал распространению огня. Несмотря на это, благодаря действиям противопожарных подразделений, сотрудников Акимата и местной полицейской службы пожар локализовали за полтора часа и полностью ликвидировали еще через 25 минут. Причиной пожара, со слов самих хозяев кафе, послужило проведение сварочных работ в вечернее время, после чего буквально через 2 часа произошло загорание. То есть хозяева здесь, не убедившись, что не осталось никаких искр, закрыли здание. В общем, были нарушены правила пожарной безопасности при проведении работ. По данному факту составлен административный протокол. Виталий Луговской, РТН. Столкновение легкового, грузового автомобилей и рейсового автобуса произошло на трассе в Костанайской области. Пассажирский транспорт врезался в машины, припаркованные на обочине. В происшествии травмы получили 3 человека, хотя пострадавших могло быть гораздо больше. Подробнее в нашем следующем материале. Столкновение трех единиц техники произошло в Костанайском районе утром 9 октября. Участниками ДТП стали международный рейсовый автобус, грузовой автомобиль, груженый зерном, и кроссовер. Два последних транспортных средства, примерно в 7.30, стояли на обочине автодороги Алматы-Екатеринбург, около поселка Арман. Полицейские на месте составили схему ДТП и рассказали о его причинах и последствиях. 68-летний водитель международного рейсового автобуса сообщили «Екатеринбург-Рудный», завершились на октябрье с двумя автомашинами. Припаркованные массы, припаркованные на обочине, в результате происшествия последовали, подопректировали руководство автомобиля и автобусы, а также один пассажир. Всего в автобусе находилось 18 пассажиров. Всех их отправили в пункт назначения на попутках. Легковой автомобиль от удара слетел с дороги. Грузовой смог покинуть место ДТП своим ходом, правда, потеряв часть зерна из кузова. А вот автобус пришлось эвакуировать с трассы с помощью тяжелой строительной техники. Часть дорожного покрытия в результате аварии была повреждена. По данному факту, полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Полиция Костанайской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила режима скорости и отдыха. Национальный центр качества дорожных активов Костанайской области взял на проверку около 2200 проб асфальтового покрытия. Как отмечают специалисты, примерно 40% образцов показали несоответствие нормам качества. Проверяли эксперты не только сам асфальт, но и строительные материалы, которые применялись при возведении дороги. В этом году в Костанайе был проведен средний ремонт проспекта Абая. Национальный центр качества дорожных активов осмотрел завершенные работы и выявил здесь ряд несоответствий. На некоторых участках проспекта образовались колеи неровности. По словам специалистов, подрядчик уже устранил эти недочеты. Сейчас они ждут, когда и другие подрядчики устранят недостатки на другой дороге, где выявлена колейность. Также есть небольшой участок по другой подрядной организации. Это дорога Костанай-Тобл по большому мосту. Там тоже есть на светофоре такие же дефекты, битомные пятна вышли и колейность. То есть по одной полосе будет вырезаться до конца этого сезона, переустраиваться асфальт-петонное покрытие. Национальный центр качества дорожных активов в этом году в Костанайской области взял более 2000 проб. В целом, с начала года обследованы практически все новые построенные участки дорог области. В итоге оказалось, что около 900 из них не соответствуют установленным нормам. Проверяли эксперты не только сам асфальт, но и строительные материалы, которые применялись при возведении дороги. Почти все несоответствия уже устранены. Теперь их ждет проверка зимой. Шипы все-таки стирают асфальт-бетонное покрытие. Это уже доказывалось. Есть специальные приборы, правильный тест называется, где проверяется асфальт-бетонное покрытие на износ с шипами. И чем больше поток движения транспорта, чем больше интенсивность, тем быстрее стирается. В настоящее время национальному центру качества дорожных активов осталось проверить 5% взятых проб. Если в них будут выявляться дефекты, то подрядная организация обязана будет переделать свою работу. Чаще всего переделка заключается в том, что дорожникам приходится заново укладывать асфальтовое покрытие. Виктор Ваташко и Екатерина Калюжная, РТН. В Лисаковске открыли обновленный кинотеатр. В последние годы кинотеатра в городе не было, а сказалась пандемия. Теперь же, чтобы увидеть киноновинки на большом экране, лесоковчанам не придется ехать в рудный или областной центр. Новый кинозал открыли в здании городского центра культуры и спорта. Среди приглашенных гостей была и наша съемочная группа. Это открытие кинотеатра для жителей действительно долгожданное, так как предшествующий в 2020 году был закрыт из-за пандемии, и население города соскучилось по возможности смотреть фильмы с родными и друзьями на большом экране. А первые фильмы в Лисаковске начали демонстрировать еще в 1980 году в широкоформатном кинотеатре «Искра», что располагался в первом микрорайоне. После просмотр киноновинок осуществляли во Дворце культуры. Традиции лисаковцев всегда наличие кинотеатра. В кинотеатре «Искра», «Горняк», «Строитель» были. Потом были другие времена. Четыре года назад у нас уже было открытие в данных же стенах кинотеатра. Мы все очень радовались. И теперь, так скажем, попытка номер два уже с новыми силами, с новым коллективом, который будет этим заниматься. Очень долгожданное, так скажем, событие. Обязательно будем посещать все кинопоказы. Само помещение кинотеатра было обновлено. За счет городского акимата закуплены удобные кресла, а предпринимателям и инициаторам открытия кинозала установлено современное оборудование. Также создано 9 новых рабочих мест, 50% от заработной платы которых будет субсидироваться за счет бюджета. Кроме этого, мы позволили себе и посредством простых заказов 700 тысяч деньги ежемесячно выделять на цели, чтобы наши дети и социальные взаимодействия на себя могли посещать кинотеатр. Просчитали порядка 120 детей. В первую очередь, это поддержка детей из малой муж семьи, так сказать, которым будут билеты выдаваться бесплатно. Они могут посещать кинотеатры около 2-3 раз в месяц, смотреть мультики. И для нас, и для них, и для всех нас это старается акимат. Поэтому спасибо отдельно за их поддержку. После торжественного разрезания красной ленточки зрители пригласили на первый закрытый кинопоказ. Для жителей Лисаковска, по словам Мусыра Химбекова, кинотеатр в полную силу заработает с 12 октября. Лисаковский кинотеатр будет работать ежедневно с 10 утра до 12 часов ночи. В среднем планируют запроводить по 6-8 сеансов в день. Все фильмы в среднем длятся около 2 часов, то в день в среднем от 6 до 8 сеансов будет проходить. То есть они будут поделены в основном днем. Будут легкие фильмы в ограничении 12+, 8+, и детские мультики. А после рабочего времени, то есть конкретно после 7, будут показываться фильмы и 18, и 21+. Стоимость билетов в новом кинотеатре, обещают, будет разумной. Студентам, пенсионерам и детям обещают скидку. Валерия Зиновьева, РТН, Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.